Здесь не шумит строительная техника, но невысокий сезон тому причина. Официальная версия – строительство приостановлено генподрядчиком из-за отсутствия финансирования. Многоэтажки на Парковой могут превратиться в долгострой, и тогда свыше 200 человек останутся без жилья и денег, вложенных в эти стены. На приеме главы Анапы – обманутые дольщики. Торога стоит, разворовано, возбуждены уголовные дела, и так далее, и тому подобное. Дальше, якобы, как со словом Чауса, генерального подрядчика, якобы там 63 миллиона украл у них подрядчик, это договор о развитии, ну и так далее, друг на друга, а так вот все рядом, и крайних там не найдешь. К Сергею Сергееву анапчане пришли с конкретными просьбами оказать содействие в сохранении имущества дольщиков и организовать собрание с новым гендиректором, назначенным на должность в конце июня. Глава курорта радужных перспектив не обещает, но подчеркивает, обратиться во все инстанции, которые способны повлиять на положительное развитие ситуации. Мы на вашей стороне, и, к сожалению, вот так случилось. Ну что, вы действительно обманутые дольщики, в вашем доме было разрешение. Добиваться будем совместными силами. Мне лишние 200 дольщиков обманутые. Совершенно не нужны на территории. Сохранить эти стены от разворовывания, чтобы было что достраивать, сделать это в силах полиции. Глава НАПА обратится к Андрею Терехину, начальнику ОМВД по городу-курорту. Собрание с новым гендиректором должно пройти под председательством управления по надзору в области долевого строительства Краснодарского края. Люди устали от неопределенности. Если застройщик будет признан несостоятельным, то объект включат в реестр проблемных, и появится реальная перспектива достройки дому.